Стартовала работа над проектами бюджета и фонда кап вложений на 2025 год. А будущие проекты обсудили на совещании при президенте. Акцент, как всегда, будет сделан на исполнение социальных обязательств. Приоритетом в программе фонда капитальных вложений будет завершение уже начатых работ. Проект бюджета на следующий год. Главный акцент, как и прежде, зарплаты и пенсии вовремя. Еще тема фонд кап вложений. За семь лет вошли в программу порядка 650 объектов. То, что ремонтировали или строили с нуля, это важно, говорит президент Красносельский. В следующем году стройки продолжат. В приоритете объекты, которые начали, и надо закончить. Мы видим, как на глазах приобрешается государство. Строятся либо ремонтируются объекты. Это учебные заведения, это детские сады, это высшие учебные заведения, это лечебные заведения, инфраструктура, это парки, это дороги и все остальное. Но, естественно, конечно же, каждый год он сопряжен со спорами, с приоритетами, в том числе, что включить, что не включить. Говорили о зарплатах. С апреля медучреждения страны перевели на пилотный проект, как в РКБ. Теперь у медработников от врачей до санитарок выросли зарплаты. Такую практику продолжат. Результаты анализируют. Переход на пилотный проект не везде можно применить, говорили на совещании. Рассматривают другие варианты, как бюджетникам поднять зарплаты. Вадим Красносельский поручил подготовить предложение. Еще проблема. Некоторые люди не платят за коммунальные услуги. Долг уже 90 миллионов рублей. Об этом президент написал и в своем телеграм-канале. 90 миллионов рублей такую сумму озвучили сегодня на совещании, говоря о задолженности граждан, игнорирующих обязанность по оплате предоставленных им коммунальных услуг. Как должно реагировать государство? Понять и простить. Государство – это все мы. 90 миллионов – средства, которые не пошли на развитие страны, на улучшение инфраструктуры. Честно ли по отношению к добросовестным плательщикам такое понимание? По-моему, нет. Воспользовался благом? Будь добр. Выполни условия договора, на основании которого услуга предоставлена. Я так считаю. Президент поставил задачу разработать механизм, как взыскать долги за коммунальные услуги. Продолжение следует...